Нижний снимок – это вариант нормы, верхний снимок – это уже обзорная рентгенограмма с туберкулезными изменениями верхней доли левого легкого. Туберкулез – одна из самых смертоносных инфекций в мире, и ежегодно от нее умирает более миллиона человек. Но благодаря глобальным усилиям с 2000 года удалось спасти порядка 66 миллионов жизней. В Канске на данный момент 78 человек получают стационарное лечение, все же отделение рассчитано на 100 коек. В филиале на Крестьянской жители уже после лечения в стационаре, когда перестают представлять опасность для окружающих, продолжают наблюдаться и получать лечение. Но многие новые заболевшие узнают о своем диагнозе на довольно поздних стадиях. В 2022 году заболеваемость по городу Канску и Канскому району составила 39,6 на 100 тысяч населения. В абсолютных цифрах это 44 человека. Значит, хочется сказать, что 50% из этого количества впервые выявленных пациентов имеют фазу распада в своем диагнозе. Это значит, что уже обращаются с легочными симптомами и рентгенологически выявляется деструкция легочной ткани. Есть такое небольшое пожелание к населению города и района, что ежегодное фюрографическое обследование, оно необходимо обязательно, чтобы не было больших распространенных форм туберкулеза при выявлении. Но, как отмечают сами переболевшие, туберкулез это не смертельный приговор. За последние несколько десятилетий медицина значительно продвинулась вперед. И с этим диагнозом можно справиться. Главное, ответственно подходить к своему лечению. С одной из бывших пациенток нам удалось пообщаться, и она рассказала, как складывался ее довольно нелегкий путь, который, к счастью, завершился выздоровлением. Первые появились симптомы. Это появилась одышка, слабость, субфибрильная температура. Я думала, что я заболела у РВИ, пошла в поликлинику. Терапевт меня отправил проделать флюорографию, сделала флюорографию, обнаружили какие-то изменения в легких. Отправили меня в поликлинику на крестьянскую. Приехала сюда, сделали мне рентген и обнаружили туберкулез. Полечили меня здесь, образовались туберкуломы. Поехали, отправили меня в Красноярск. Поехала в Красноярск, сделали операцию. Сделали операцию, потом отправили меня опять сюда. Здесь я долечилась, весь курс химии, профилактики прошла. И все, вылечилась, теперь сняли с учета. Конечно, это не смертельный приговор. Конечно, это все вылечивается, все излечивается, потом про все это забывается. То есть, и нет следов от туберкулеза потом. Как обычный человек, живешь дальше. Конечно, как и отметили ранее врачи, самое главное не забывать проходить ежегодно флюорографическое обследование, так как именно оно позволяет выявлять диагноз на ранних стадиях. А сдать необходимые анализы вы можете, обратившись по адресу Крестьянская, 21. Время работы с 8 утра до 15.30 с понедельника по пятницу.